Быстрые, сильные, ловкие и изворотливые. Возможности некоторых животных просто поражают. Если в мире людей все решает интеллект, то для животных куда важнее их физические возможности. Хотя хитрость и изобретательность тоже играют немаловажную роль в борьбе за выживание. Сегодня вы увидите, на что способны животные, когда сражаются друг с другом. В одной из старинной легенде рассказывалось о льве, который был влюблен в обезьяну. С тех пор пошло поверье, что якобы царь зверей ни за что не съест ни одну обезьянку. Якобы он уважает этих животных за их ум. Во многих сказках обезьяны являются главными советниками царя зверей. Но в реальности никакой дружбы между львами и обезьянами нет. Хищные кошки с удовольствием полакомятся обезьяним мясом. Если только им удастся поймать одну из этих ловких зверушек. Обычно обезьяны скрываются от львов на деревьях. Но на этот раз поблизости была лишь старая коряга. Обезьяна забралась на верхушку, но не удержалась и в один момент упала вниз. А там ее уже поджидали голодные львицы. Какими бы сильными ни были львы, иногда они сами становятся жертвами других животных. На этих кадрах вы видите, как стая диких псов атакует львицу. Однако она не намерена сдаваться. Одного рыка достаточно, чтобы псы боялись к ней приближаться. Даже несмотря на то, что гиеновидных собак было очень много, и они наверняка могли бы одолеть львицу, отбившуюся от прайда, псы так и не решились атаковать. Уловив подходящий момент, львица бежит прочь. Как правило, жертвами диких псов становятся слабые раненые львы или их детеныши. Напасть на львицу всегда большой риск. Не все псы и стаи выживут в такой схватке. Бегемоты – самые вредные животные Африки. У хищников нет другого выбора, им приходится убивать, чтобы выжить. Когда лев атакует зебру или антилопу, это совершенно естественный процесс. Но зачем бегемоту атаковать африканского оленя? Это животное могло бы стать сытным ужином для целого львиного прайда. Но бегемот атакует его и пытается утопить просто забавы ради. Бегемоты не терпят других животных в своем пруду и никогда с ними не церемонятся. К счастью, оленю удалось выплыть на берег целым и невредимым. Дикие псы и гиены живут в саванне, как кошки с собаками. В прямом смысле этого слова. Возможно, вы удивитесь, но гиены состоят в родстве с кошками, а дикие собаки относятся к семейству псовых. Так что нет ничего удивительного в том, что они питают неприязнь друг к другу. К тому же им постоянно приходится воевать за территорию, да и нападают они на одних и тех же животных. Так что частые конфликты неизбежны. И дикие псы и гиены охотятся стаями, но на этих кадрах группа гиеновидных собак выследила гиену, которая, вероятно, отбилась от собственной стаи. Несмотря на то, что сразу несколько псов нападают на гиену, она дает достойный отпор. Затем она решает передохнуть в воде. Псы не решаются к ней приблизиться. Бородавочники – главные добряки Африки. Они являются легкой добычей для большинства хищников. Но не стоит их недооценивать. Иногда они способны дать хороший отпор и нанести серьезные травмы врагу. Посмотрите на эти кадры. Группа леопардов мирно пила воду и никого не трогала. Но бородавочнику это не понравилось. В один момент он разогнал диких кошек. Интересно, что на него нашло? Возможно, его просто замучила жажда и надоело ждать, пока леопарды напьются. Бородавочники выглядят неуклюжими. Но на самом деле это очень ловкие и быстрые звери. Как известно, самым быстрым животным в мире является гепард. Так вот, когда бородавочнику приходится спасаться от этого хищника, он разгоняется до 50 километров в час. Посмотрите, как выглядит такая охота. Конечно же, скорости бородавочника недостаточно для того, чтобы скрыться от гепарда. Но хищнику приходится за ним побегать. Когда же охотник все же настигает свою жертву, для бородавочника не все потеряно. У него есть шанс отбить атаку хищника своими бивнями. Люди, наблюдавшие за поведением животных, давно заметили, что между слонами и носорогами существует вражда. Никто не знает, почему эти звери недолюбливают друг друга. Но их схватки часто удается снять на камеру. Причем затевают битву, как правило, носороги, несмотря на то, что слоны гораздо больше их по размерам. Зоологи утверждают, что силы этих животных примерно равны. К тому же у носорогов есть мощное оружие. Их рог. Поэтому они часто выходят победителями, несмотря на то, что уступают слонам по размеру. Однако на этих кадрах мы видим, что слон явно доминирует. Буйвол – это мощное животное. Одолеть которое гораздо сложнее, чем зебру или антилопу. На этих животных львам приходится охотиться целым прайдом. Зато в случае удачной охоты, еды хватит всем и не на один день. Однако и риски достаточно велики. Охотник запросто сам может стать жертвой. Посмотрите, как эти львицы пытаются одолеть буйвола. Они запрыгивают на него сзади и кусают за разные части тела. Рано или поздно жертва устанет бороться. Как только буйвол упадет на землю, голодные львицы уже не дадут ему подняться. Не только волка кормят его ноги, но и гепарда. Эти хищные кошки не могут похвастаться большими размерами и силой. Но скорость их – главный козырь. На этих кадрах вы видите, как гепард выследил молодую антилопу гну. Хищник выждал какое-то время, а затем бросился в погоню. Вы видите, как стремительно он набирает скорость. Уйти от него на открытой местности невозможно. Очень быстро он настигает свою жертву. Эта гну еще слишком молода, чтобы дать отпор хищнику. А вот взрослые гну вполне способны постоять за себя. Особенно, когда держатся целым стадом. На этих кадрах вы видите, как группе антилоп не понравилось, что гепарды забрели на их территорию. Они решают прогнать хищников. Дикие кошки попытались сопротивляться, но быстро поняли, что это бесполезно. Стадо антилоп может запросто затоптать гепарда, поэтому скрыться бегством – куда более разумное решение. Теперь хищникам придется искать добычу в другом месте. В отличие от львов, тигры всегда охотятся в одиночку. Но это не мешает им выбирать сильную жертву. На этих кадрах вы видите, как тигр атакует буйвола. Так как с этим противником сила не является преимуществом хищника. Важную роль играет тактика. Тигр атакует внезапно и сразу вгрызается в слабое место – его шею. Любая ошибка или секундная задержка может стоить охотнику жизни. Комодский дракон – самый большой и опасный ящер из всех живущих на планете в наше время. Они достигают трех метров в длину. У них нет естественных врагов, они сами проглотят кого угодно. На этих кадрах вы видите, как комодский дракон напал на молодого оленя. Он схватил его и попытался вытащить из воды на сушу. Очень скоро ящеру удается расправиться со своей жертвой. Бабуины питаются не только растениями, но и животной пищей. На этих кадрах вы видите, как бабуин пытается украсть детеныша импалы. Мать храбро защищает своего малыша, но в какой-то момент обезьяне все же удается схватить его и унести прочь. Но мать продолжает преследовать бабуина, и в какой-то момент он выпускает детеныша из своих лап. Видимо, этот малыш родился в рубашке. Ему ченам удалось остаться в живых. Медведи тоже едят не только мед и малину. И в отличие от бабуинов, у них достаточно силы для того, чтобы одолеть не только детеныши копытных животных, но и взрослую особь. На этих кадрах вы видите, как медведь преследует молодого оленя в воде. Мишки очень свирепые и сильные хищники, которые прекрасно умеют плавать. У оленя нет шансов, медведь очень быстро настигает его. А вот еще одни кадры, которые доказывают, насколько кровожадны комодские драконы. На этот раз группа ящеров атаковала лошадь. Они поочередно кусали ее за ноги. Жертва пыталась отбиваться, но безуспешно. Со временем ран стало слишком много. Лошадь больше не могла стоять на ногах и упала на землю. Тогда ящеры набросились на нее. Мустанги не часто становятся жертвами хищников. У них достаточно силы, чтобы справиться даже со львом. Но внутри вида схватки происходят довольно часто. Иногда они приводят к серьезным травмам. По сути, мустанг – это одичавшая домашняя лошадь, у которой довольно сложный характер. На этих кадрах вы видите, как родители защищают своего же ребенка от агрессивных коней. Само слово «мустанг» стало синонимом дикости и необузданности. Так что даже сами кони не всегда понимают, чего ждать от сородичей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok